Сегодня о еще одном решении от киберпартизан на случай полной блокировки интернета — шифрованные смс. Еще одно, потому что у них есть офигенное решение — партизанский телеграм. Ссылка на скринкаст в описании. Но телеграм будет работать, если будет интернет. А мы, честно говоря, уже готовы ко всему. На случай, если интернета не будет, но мобильная связь все-таки останется и вам не хочется быть полностью беззащитным перед операторами связи, а значит и товарищем майором, и придумано это приложение. Приложение под андроид, код выложен на гитхаб, ссылка в описании. Качайте лучше оттуда — это наверняка. АПК. Устанавливается просто — скачали на мобильном, кликнули и согласились с установкой из неопределенного места. Выглядит вот так. Собственно, тут все ваши смс, если вы согласились использовать его как приложение для смс по умолчанию. Если не согласились — работать не будет. Ну то есть обычные смс будут уходить, но без шифрования. Вот так выглядит переписка с конкретным пользователем. Ну и приложение, на мой взгляд, удобнее, чем приложение по умолчанию для смс на андроид. Оно больше похоже на мессенджер. Нашли контакт — запустили переписку. Пока не отправите хотя бы одно сообщение, шифрование не заработает. Потому что вам нужно обменяться ключами. А для этого должно быть место, где этими ключами обмениваются. Отправили сообщение, не зашифрованное, и заходим в настройки. Ключ шифрования. Включили, и теперь вам нужно обменяться этим ключом с получателем сообщения. Если у вас ключи не совпадают, расшифровать сообщение вы не сможете. То есть это симметричное шифрование, которое использует один ключ, а не пару, как при асимметричном. Если вы находитесь рядом, а это идеально с точки зрения безопасности, вы нажимаете на сканировать QR-код, сканируете, и у вас вставляется ключ получателя. Не очевидно, например, что ключ можно удалить и вставить другой. Вот так вот. То есть если вы не рядом, ключ можно прислать, например, через мессенджер и вставить вот сюда. Я это, прямо скажем, не сразу понял. Все, ключи у нас совпадают, а значит все, что мы напишем здесь, потенциально может быть зашифровано. Потенциально, потому что можно писать и незашифрованные сообщения. Но вот тут замочек. Сейчас он закрыт, то есть переписка шифруется. Что касается алгоритма шифрования. Он неизвестен. Информации я не нашел, так что тут все определяется степенью доверия к киберпартизанам. К сожалению, как и в большинстве других случаев с цифровой безопасностью. Нажали, замок открыт. Не шифруется. И сейчас пункт, который может вызвать непонятки. У меня вызвал. Тут есть еще глобальный ключ шифрования. Он есть, но когда мы выставляли ключ на переписку, он включен не был. При этом все шифровалось. Зачем он нужен? Я бы сказал, что он и не нужен. И лучше ставить ключ на переписку с конкретным человеком. Это как бы ключ по умолчанию. Если не установлен ключ на переписку с кем-то конкретным, приложение будет использовать этот ключ. И им вы должны обменяться с получателем сообщения. Недостаток в том, что ключ будет совпадать у вас на нескольких и даже, возможно, на всех переписках. Достоинство в том, что если кто-то удалит ключ, а делается это легко, вам не нужно думать, какой именно вы ему отправляли. У вас на все один. Но мне кажется, все-таки лучше обмениваться эксклюзивными ключами с каждым новым контактом. При этом, если у вас установлен глобальный ключ, а вы обменялись частными ключами, работать будут частные. Глобальный ключ переписку вашу не расшифрует. Значит, по настройкам. Сообщение можно удалять. Но удалите вы только у себя, у получателя сообщения останутся. А также можно удалить всю переписку. При этом удалится она вместе с ключами этой конкретной переписки. Я говорил, что в принципе потерять ключи несложно. Вот мы отправляем зашифрованное сообщение. Вроде контакт уже был, переписка была. Но получателю придет абсолютная тарабарщина. Вот такая. Это они забавно, кстати, придумали, что по умолчанию шифруются русскими словами. То есть вот это слово привет так выглядит. Так вот, чтобы тарабарщины не было, вам нужно заново обменяться ключами. Или, если у вас сохранился старый, нужно просто вставить его в поле ключа. Ну, как я показывал вначале. Значит, кроме того, тут есть таймер автоудаления сообщений. И это, конечно, плюс. Можно удалять зашифрованные, полученные и отправленные. Это решает проблему удаления сообщений у получателя в случае, если кого-то замели. Если вы и получатель поставят удаление хотя бы зашифрованных сообщений, в случае форс-мажора товарищ майор будет листать вашу переписку с безобидным обсуждением погоды. И опять же, на случай форс-мажора тут есть тревожное СМС. Здесь пишите текст. И если кто-то пришлет вам СМС с точно таким же текстом, причем с совпадением верхнего и нижнего регистра, насколько я понял, то у вас сбросятся все ключи шифрования, включая глобальный. Поэтому текст нужен такой, чтобы вам кто-то случайно его не прислал. Ну, а вы можете оставить инструкцию кому-то из близких на случай, если вас заберут. Я почти уверен, что на случай отключения и мобильной связи вскоре появится решение – зашифрованные почтовые голуби от Киберпартизан. А когда есть ребят голубей – зашифрованные сигнальные костры. В общем, ничего у вас не получится, господа сатрапы и душегубы. Все, подписывайтесь на канал, оставайтесь свободными и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok